Сердечно приветствую всех. Меня зовут Горбунов Александр, ответственный за благовестие в Средней Азии. Мы на протяжении последних лет замечаем, что в республиках Средней Азии возрождается мусульманство. И проповедники ислама очень ревностно раздают трактаты, свидетельствуют на улицах, в общественном транспорте. Мы учимся благовествовать мусульманам, хотя и живем там. Встречаемся на конференциях, на различных общениях. Какие пути находить к сердцам этих людей, чтобы они обратились к Господу Иисусу Христу. Мусульмане охотно устраивают диспуты с христианами. И есть такие свидетельства, что рядовые верующие не всегда могут найти какие-то аргументы библейские, чтобы опровергнуть их учение. Друзья, но в то же время мы приходим к выводу, что никакое мусульманство не может опровергнуть чистую, богобоязненную жизнь. И это такое сильное свидетельство. И из мусульманских народов, ну, конечно, единицы сейчас, где-то наедине подходят и говорят, что действительно нет никаких аргументов. Вы живете так, что у нас появляются вопросы. Что это за Бог, которому вы верите? Я хочу напомнить повеление Иисуса Христа. Имейте в себе соль. Прочитаю из Евангелия от Марка с 9 главы, 49 и 50 стихи. Евангелие Марка 9, 49, 50. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». О соли, как о жизненном состоянии последователя Иисуса Христа, он говорит не однажды. Я обратил внимание, при разных обстоятельствах Господь вдруг говорит о соли. Иногда трудно понять смысл, смысловую связь. И этот текст тоже непрост в понимании. Вот, друзья, почему именно с солью сравнивает Господь Иисус своих учеников? В Евангелии от Матфея он говорит «Вы – соль земли». Почему именно соль? Я думаю, что здесь имеет значение известное качество соли. Она придает вкус, свой характерный вкус, и сохраняет от порчи. И если соль попадает в любую среду, она оставляет свой отпечаток, характерный для соли. Может быть, я думал, может быть, это сильно сказано, но так перебирал в уме. Действительно, в любую среду попадает соль, и она оставляет свой характерный отпечаток на эту среду. Друзья, если Господь говорит о своих последователях «Вы – соль», то это значит, ученики Иисуса Христа, пусть в малом количестве, попадают ли в тюрьму, как это неоднократно бывало в истории христианства, или на эшафот, или в какие-то радостные обстоятельства. В любых обстоятельствах несут свой вкус и свой отпечаток. И раз соль – добрая вещь, то это доброе влияние на любую среду, друзья. Вам нравится эта мысль? Мне очень нравится. Куда бы ни попали последователи Иисуса Христа, в львиный ров или еще куда, они оставляют свой добрый отпечаток, свое влияние. Я думаю, вы помните те многие примеры, когда прошедшие годы гонений в Советском Союзе, братья и сестры попадали в тюрьмы, и иногда в такие камеры, где были люди, приговоренные к смерти, которые ничего уже не боялись, ни на что не смотрели. И вот заходит туда раб Иисуса Христа, они готовы Его поглотить. Но вдруг происходит что-то удивительное. Там начинают молиться, каяться. Друзья, мне очень нравится эта мысль. Господь говорит о своих последователях. Вы – соль. Это значит, что они призваны влиять на этот мир. Влиять своим присутствием силой, которую имеют от Господа. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Я думаю, что здесь речь идет о том, что последователи Иисуса Христа, всякий из них, встретится с огнем испытаний. И этот огонь приведет его в еще более должное состояние. И всякая жертва солью осолится. Господь Иисус Христос вспоминает Ветхий Завет. Вы помните, что Бог хочет, чтобы всякая жертва приношения была осолена солью. Богу нравится, чтобы то, что Ему принадлежит, было соленым. То есть, вот это состояние учеников Иисуса Христа, оно правильное, оно угодное Богу. Ну, что же такое соль? В прочитанном тексте, если посмотреть выше, Христос приходит с учениками в Капернаум и спрашивает их в доме, о чем дорогою вы рассуждали между собою? А они молчали, потому что рассуждали о том, кто больше. Господь берет дитя, ставит его посреди и объясняет им, кто действительно больше, кто действительно первый. А затем обнаруживается, что кто-то не ходит за учениками Иисуса Христа, а вот именем Иисуса Христа творит чудеса. И ученики запретили ему. Господь им объясняет снова, не запрещайте. А затем говорит о соблазнах, чтобы не соблазнять других, и категоричное отношение к соблазнам в личной жизни. Оторви, брось от себя, и затем уже говорит о соли. Можно сделать вывод, что иметь в себе соль – это смиряться, быть меньшим, это побеждать соблазны и не соблазнять других, иметь мир между собою. В Евангелии от Матфея, когда Господь сел на горе и учил, и говорил, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божье, блаженны плачущие, и дальше, и затем он говорит, вы – соль земли. Я думаю, здесь можно вывод сделать, что поступать по учению Иисуса Христа, делать все так, как Он говорит, это как раз и есть соль. В Евангелии Луки, в 14 главе, Господь тоже говорит о соли, после того, когда учит, что, чтобы пойти за Ним, последовать за Ним до конца, нужно отрешиться от всего, что имеешь. И это очень важно. Если подытожить, то можно так сказать – жить и поступать по учению Иисуса Христа. Во всех обстоятельствах – это иметь соль. Друзья, да, нам нужно ехать, нам нужно плыть, нам нужно говорить людям об Иисусе Христе. Это важно. Это повеление Господа. Но, думаю, друзья, в последнее время повсеместно замечаются проблемы с подростками, с молодежью. И я не один раз удивлялся. Моя семья хочет видеть меня осоленным. Господь хочет, чтобы и здесь была соль. И это обыденные такие ситуации, привычные где-то обстоятельства. Я вспоминаю, как однажды один из сыновей, ему было лет 16, может быть, я дал ему задание и отлучился. А когда приехал, хотел проверить, дело не сделано. Я ему сделал строгий выговор. Он опустил голову, говорит, папа, я старался, у меня не получилось. Я возмутился. Сделал еще один выговор. А потом поделился с женою, а жена говорит, он старался, я видела. Вы знаете, у меня смятение в душе, но, думаю, если это так действительно, то мне тогда надо попросить прощения. Но, думаю, ничего, авансом оставить и так, и ничего не беда. А потом так, борьба внутренняя, и перед семейным собранием вечером я дозвал его в сторону и говорю, ты правда старался? Он говорит, правда, пап, у меня не получилось. Я говорю, тогда прости меня. Я не прав. Он опустил голову, слезы в глазах, говорит, ладно, пап, я говорю, прости меня. Я не прав. А потом было семейное собрание. Мы молились, и этот мой сын со слезами просил Господа. Господи, я хочу быть настоящим верующим. Я не знаю, связано это или нет, но я как-то связал это в сердце. Соединение, с Иисусом Христом делает самого малого из нас соленым. Я думаю, вам знакомы свидетельства и из личной жизни, и из жизни других верующих, который вот только-только обратился и находится где-то среди мирского общества, и там уже друг другу говорят, тихо, не ругайся, среди нас вот. Я думаю, много таких свидетельств. когда вдруг, вдруг обращают внимание, есть святой человек, и вот это влияние, вот этот отпечаток остается с такой силой. Но в то же время Господь говорит, имейте. И это слово указывает на ответственность человека. Иметь – это постоянство, определенное постоянство, друзья. И как я уже говорил, в любых обстоятельствах жизни. Иногда, иногда просто где-то засвидетельствовать в поезде или вот может быть в случайном разговоре с кем-то из прохожих. И сложнее бывает жить. Так постоянно жить, встречая горя или радость, или скорби. У меня вспоминается такой случай. Я работал в столярном цехе, и мы работали вдвоем, цех небольшой. Человек, с которым я работал, был умелый такой, на все руки. Он старше меня был, пользовался авторитетом у рабочих. И нередко он меня поправлял. Вот это так делается, а вот это так. А Боги он слушать не хотел. И только когда он задавал вопросы, я ему отвечал. Мы проработали с ним год, а затем он сменил место жительства, уволился с работы. И я удивился, он зашел ко мне попрощаться в цех. Я выключил станки, мы присели на верстак. Он говорит, «Знаешь, я уже встречал много верующих в жизни и разочаровался. А за тобой я следил все это время». Он смотрел мне в глаза и сделал продолжительную паузу. И я смотрю ему в глаза. И во время этой паузы я стал вспоминать, что вызывало у меня улыбку, от чего я горевал, и нашел помарочки, друзья. Я подумал, как жаль, как жаль, если бы он сразу сказал, что будет следить за мною, то я бы, наверное, постарался. После паузы он так же, глядя в глаза, мне сказал, «Ты верующий». И у меня отлегло от сердца. Но так запомнилось вот такой экзамен, вдруг неожиданный. Друзья, ну, мы живем, и нас экзаменуют все те, кто рядом с нами находится. Мы знаем об этом? Или нам нужно говорить? Экзаменуют тогда, когда мы об этом не думаем, когда мы устали от всего и от всех. Экзаменуют без выходных. Имейте эту ответственность учеников Иисуса Христа. В чем она заключается? Поступать по Слову Божьему. Эти развилки не кончатся. где нам нужно выбрать, поступить по своему характеру, жизненному опыту или сделать так, как учит Христос. И это наша ответственность. Еще, друзья, хочу сказать, что есть серьезная опасность. Соль может потерять силу. Я не знаю, бывает ли это на практике с солью, но с учениками Иисуса Христа знаю, бывает, к сожалению, когда они становятся несолеными, когда их присутствие ни на кого не накладывает доброго отпечатка. Нет доброго влияния, нет силы. И Господь говорит, если соль несолона будет, чем вы ее поправите? В другом Евангелии говорит, если потеряет силу соль, то тогда ни к чему не годно. И так страшно звучит, как будто это необратимый процесс, как будто здесь уже ничего нельзя сделать. И все же, друзья, чем-то мы можем себя обезопасить от этой катастрофы? Да. И Господь коротко говорит, имейте в себе соль. Можно так думать, не отступайте. находитесь в этом положении, в которое поставил я вас. Имейте в себе соль. Друзья, пусть Бог благословит каждого из нас в этом. Аминь. absolute острога. Ваше сдела тура. Позже и благополучия. Продолжение следует...